И снова здравствуйте, это Украл Лайфс, милая Немерия, мы продолжаем наш эфир, и хочу напомнить, что партнером канала является торговая марка Кейтман. А с нами на связи Николай Капитоненко, которого мы очень рады видеть. Я хочу напомнить, что он доцент Института международных отношений и директор Центра исследования международных отношений. Николай, здравствуйте, спасибо огромное, что вы сегодня нашли время с нами поговорить. Здравствуйте, всегда рад. Спасибо. Николай, знаете что, я прочла ваш последний пост в Фейсбуке. Он очень забавный, да? Я его прочитаю нашим зрителям. Похоже, повезло сегодня большую часть дня провести без соцсетей. Ядерная триада, языковой баттл Швеция в НАТО с заложенной Британией создают идеальный резонанс, как марш солдата по мосту. Теперь бы завтра еще продержаться. А вот, как вам кажется, на какую тему бы стоило поговорить? Что по-настоящему важно того, чтобы зануриться, что называется, чтобы углубиться, чтобы разобраться? Что вам сегодня кажется важным должно было и что должно обсуждаться? Пост я написал, по-моему, насколько смутно помню, накануне 8 марта, имею в виду, что следующий день будет посвящен разговорам об этом. И это так и было, потому что целая серия интересных дискуссий, в том числе с разными студентами, была по поводу феминизма в международной политике 8 марта, его значений возможных. То есть, с какой-то стороны, и это интересно, и это важно, потому что, если абстрагироваться немного от наших реалий, то происходят интересные процессы в мире, когда меняются ценности, меняются подходы, взгляды, какие-то теории, которые раньше были маргинальными, и мировоззрение становится мейнстримными. И наоборот, на моей памяти, если брать конкретно 8 марта, и то, как менялась оценка этого дня в разных рамках, несколько таких смен происходило, что говорит о том, что всё-таки у нас как-то какие-то происходят эволюции подходов и взглядов, например, на проблемы феминизма. Но если к более международным событиям переходить, то всё это важно на самом деле. И внутриполитическая борьба в Украине, насколько она активизируется, какими могут быть её последствия, формы, насколько мы уязвимы в плане стабильности и вот этой вот резилинс, способности сопротивляться, о которой так много с начала войны говорили, которую во многом сводили к тому, что государство оказалось сильным, вопреки предсказаниям многих, которые думали, что оно эституционально слабое, оно продемонстрировало силу тем, что не распалось после вторжения. Но в этом ли сила современных государств и в чём секрет успеха, как война влияет на наши процедуры, демократию, качество демократии, устойчивость и так далее. Я думаю, все эти проблемы в контексте вот этих разговоров про Залужного после этих месяцев войны тоже оказались на поверхности. Швеция в НАТО — это тоже проявление более широкой проблемы архитектуры безопасности, европейской в том числе. Что такое современная НАТО, насколько членство в ней чего-то защищает или спасает, стопроцентная ли это гарантия, какую цену стоит платить за это членство, зачем государства в современном мире стремятся получить гарантии безопасности, почему они и дают их другим государствам, как изменяется характер этих альянсов, коалиций. Всё это связано с разговорами, с очень важной темой, как по мне, вот этих вот соглашений в области безопасности, которые Украина подписывает в последнее время с рядом государством. Похоже, делает ставку на это довольно большую. То есть, если с разных сторон посмотреть, то все эти темы важны, интересны, поэтому я готов любую из них обсуждать. Давайте начнём с соглашения безопасности, потому что совершенно неожиданно вчера по какой-то причине французский парламент решил, собственно говоря, ратифицировать вот эти гарантии безопасности, вот те, которые подписаны с Украиной. Я так понимаю, что это не предполагало ратификации, и, честно говоря, я не слышала о том, что Украина ратифицировала это в украинском парламенте. Не знаю, может, это не ратификация, но выглядит как ратификация. Поправьте меня, если я тут где-то в чём-то ошибаюсь. После этого Макро сказал, что он вообще обратится к нации по поводу вопроса вот этой войны России против Украины, и по поводу помощи Украине, и по поводу того, как французы могли бы реагировать на это. Это интересный прецедент. И вот вы, как специалист, как профессионал в области международных отношений, как вы оцениваете, вот насколько мы продвинулись с этими гарантиями безопасности, что это для нас за история, и, конечно, давайте вот если можно тоже что там ратифицировать, не ратифицировать, важно это, не важно. Если в целом, то я отношусь к числу скептиков, людей, которые считают, что это не гарантия безопасности, то, что мы подписываем, и это документы, которые не меняют ситуацию на поле боя здесь и сейчас, не оказывают непосредственного влияния на войну сегодня и не способны гарантировать безопасность Украины завтра, после того, как война в каком-то виде будет закончена. К сожалению, потому что я считаю, что вопрос настоящих гарантий нашей безопасности это ключевой вопрос для завершения этой войны и для вообще любого разговора о нашей победе. Что бы мы ни понимали, под победой вопрос гарантии безопасности должен быть там ключевым. Соответственно, относясь к этому скептично, я многие вещи, связанные с ними, воспринимаю как элемент какого-то ритуала или представления и не очень обращаю на них внимания. Например, что касается обсуждения во французском парламенте, не знаю, была ли это ратификация, то есть какой там была процедура, или это было просто обсуждение, как в некоторых новостях это было сформулировано. Туда обговорили инициативу Макрона, его последние инициативы, и то соглашение, которое подписали с Украиной в феврале. Даже если это была ратификация, то не вижу в этом чего-то, что меняет суть дела, поскольку тот документ, который мы подписали с Францией, он никаких особых обязательств на нее не налагает и гарантии безопасности для нас не создают. Как и другие документы, которые мы подписывали, начиная с соглашения с Британией, это довольно типичные документы, в которых предусмотрено оказание помощи Украине. То есть зафиксировано на бумаге то, что на практике происходит на протяжении последних двух, уже больше чем двух лет. При этом в этих документах также содержится обещание проводить консультации в случае, если Россия нападет еще раз, что, конечно, слабо. Во-первых, во-вторых, до того, как Россия еще раз, возможно, нападет, нужно понять, чем закончится эта текущая война. И в этой текущей войне на нас действительно берут обязательства на себя наши партнеры нам помогать, помогать тем, чем они и помогали. Проведением учений, то есть тренировок украинских войск, поддержкой украинского военно-промышленного комплекса при возможности, способствующим инвестициям, сохранению антироссийских санкций, притягиванию виноватых россиян к ответственности. И фиксируются какие-то объемы помощи финансов. То есть вот это единственный пункт конкретики, который я вижу в этих документах, это то, что мы в каждом случае какую-то сумму, гарантированную на текущий год и на период на 10 лет, стандартно, как они подписываются, вроде бы как фиксируем эту сумму помощи. Но эта сумма, во-первых, не выглядит слишком большой, не очень впечатляюще выглядит, потому что это порядка, в случае с Францией там 3 миллиарда долларов в год, в случае с Британией, по-моему, 2,4 миллиарда фунтов или что-то в этом роде. То есть это порядок цифр, который меньше, чем те объемы помощи, которые мы получали в 2022 году от европейцев и от американцев. Это те цифры, которые со временем будут казаться еще меньшими. То есть если война действительно затягивается на следующие 10 лет, то эти объемы будут меркнуть на фоне того, что Россия увеличивает свой бюджет военный в несколько раз, уже увеличила. И вообще на фоне инфляции все это будет выглядеть как капля в море и как какая-то попытка скорее откупиться от наших проблем, чем сделать их частью своей собственной безопасности. Ну и, соответственно, ритуальные фразы, которые там воспроизводятся, о том, что эти страны, например, будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО или в Европейский Союз. Размыты очень. Будут поддерживать или даже в некоторых случаях считают членство Украины в НАТО каким-то важным элементом европейской безопасности. Может быть считают, но это не значит, что они будут его всеми силами поддерживать. То есть остальные формулировки очень размыты и выглядят скорее как политическая игра, чем как настоящее соглашение в области сотрудничества в сфере безопасности. Даже не как гарантия безопасности, потому что как гарантия безопасности точно не выглядят. Гарантии безопасности — это оборонные факты, двусторонние или многосторонние. Если на нас нападают, то за нас будут воевать наши союзники. Это вот то, как я понимаю, гарантии безопасности и союзнические обязательства. Ни о чем похожем речи не идет. Речь идет как раз о гарантировании не очень больших объемов помощи нам на протяжении следующих десяти лет. Это важно, конечно. Тут не поспоришь, что лучше, когда такие гарантии помощи есть, чем когда их нет. Но с другой стороны, ничего прорывного, никаких факторов, которые серьезно изменили ситуацию, я в них не вижу. И в этих условиях инициатива Макрона, мне кажется, попыткой выйти как раз за рамки, которые созданы вот этим предыдущим подходом и поставить перед собой более амбициозные цели. Почему он так сделал? Зачем он выступил с такой неожиданной во многом инициативой? Вопрос открытый. Думаю, может быть, мы в будущем более точно будем знать на него ответ. Я не думаю, что это связано с каким-то кардинальным пересмотром традиционных французских взглядов на проблематику европейской безопасности, в том числе и на важность роли России в этой безопасности и на то, как далеко Франция должна заходить в поддержке Украины. Но, может быть, это связано с попыткой переходить лидерство, какую-то инициативу в ситуации, когда все оказались, замерли в растерянности в Европе перед лицом того, что американцы, непонятно, что будет дальше с их помощью, что будет дальше с их политикой после президентских выборов, что происходит на фронте, Европа в растерянности, и кому-то из великих европейских государств, если они претендуют на лидерство, нужно что-то предлагать. Немцы этого не делают, значит, это делают французы. Можно предложить обсудить вопрос об отправке солдат западных стран Франции, в частности, или каких-то других, на территории Украины, но это можно сделать по-разному. Можно просто бросить такую мысль для обсуждения, сказать, почему бы нам не и эту опцию не рассмотреть где-нибудь когда-нибудь в будущем. Опять-таки, никаких обязательств это не налагает. Это не значит, что завтра французские солдаты отправятся воевать на восток Украины. Это значит просто, что Франция берет на себя инициативу и готова этот вопрос обсуждать. А до чего доведет это обсуждение, никто не знает. Тем более, что Макрон прекрасно знает, насколько будет сильная позиция таким идеям внутри Европы. То есть инициативы разные озвучиваются, но какие из них реально будут работающими, и какие смогут изменить что-то в ситуации на Земле, еще предстоит увидеть. Николай, вот вы как автор книги по теории международных отношений, к вам вопрос именно из этой сферы, наверное, да. Вот в современном мире, насколько вообще актуально говорить о каких-то гарантиях безопасности? Может быть, любые разговоры об очень какой-то конкретной помощи ежегодной будут иметь большее значение, нежели общие какие-то концепции. Потому что настолько все стремительно меняется, что иногда я ловлю себе на мысли, что отчеты, которые делают здесь и сейчас какие-то известные там исследовательские институты, западные в том числе, выглядит так, что они устарели уже просто где-то, наверное, в прошлом месяце. Хотя в позапрошлом еще может быть, да. Возможно, у меня такой поверхностный взгляд на международные отношения. Вы мне сейчас скажете, что я, конечно, говорю глупости с точки зрения там глобального, да, глобальных вещей. Но иногда просто, знаете, общее как-то стало чаще сводиться к частному. Простите за вот такой каламбур. Но иногда очень простые, понятные вещи в современном мире выглядят как что-то более устойчивое, нежели какие-то абстрактные концепции. Извините за какой-то такой сложный вопрос, но как-то вырулило, в общем-то, наверное. Конечно, я не буду упрекать вас в том, что в глупостях каких-то, потому как вы, по-моему, один из наиболее профессиональных журналистов-международников в Украине. И вообще для того, чтобы кого-то в чем-то упрекать, нужно иметь очень точные и надежные знания. А их получить в области международной политики очень сложно. То есть есть какие-то попытки науки, в том числе теории, осмысливать какие-то процессы, закономерности в них находить, статистические, например. А есть политики, которые принимают решения, которые очень часто принимают решения неправильные, ошибочные, под влиянием каких-то других факторов, не связанных с рациональными расчетами. То есть реальная международная политика живет своей жизнью и далеко не всегда пересекается с наукой. То есть наука может показать, что там что-то было сделано неправильно, но предсказать, что именно будут делать политики, это дело очень сложное. Поэтому те аналитические отчеты, тексты центров аналитических и различных экспертов, которые, возможно, сегодня выглядят устаревшими, а еще не совсем устаревшими выглядели вчера, завтра тоже могут выглядеть актуальными. Очень изменчиво ситуация, в которой мы находимся. Кроме того, аналитические центры, как правило, они все-таки занимаются не предвзятой оценкой происходящего, а продвигают какие-то собственные идеи, подходы, нарративы, как модно говорить. То есть они не являются объективными в строгом смысле слова. За ними, как правило, стоят политические интересы, и они, поэтому многое из того, что они делают, это попытка что-то изменить, а не только попытка что-то объяснить. И вот с учетом всего этого, я думаю, что если мы подойдем к разговору о гарантиях безопасности, то в академическом смысле, в научном, это разговор фактически об инструментах сдерживания. То есть как государству создать достаточный потенциал, особенно слабому государству, перед лицом более сильного, чтобы это сильное на него не напало, чтобы это сильное посчитало, что нападение на него слишком рискованно, вероятность победы слишком низка, недостаточна, и поэтому война не происходит. Вообще говоря, у слабых государств в этом случае есть несколько альтернативных стратегий, как минимум три. Они могут либо балансировать против сильного государства, искать себе союзников. Вот эти самые гарантии безопасности, искать коалиции, создавать НАТО, вступать и так далее. Они могут... Другая стратегия. Это стратегия присоединения. Простите, первая стратегия – это ситуативные коалиции или какие-то устойчивые коалиции? Любые. Они могут быть хоть краткосрочными, хоть долгосрочными, но смысл их в том, чтобы уравновесить потенциал сильного государства другими силовыми потенциалами и играть против него. Альтернативная стратегия в том, чтобы присоединиться к этому сильному государству. Вместо того, чтобы против него бороться, мы к нему присоединяемся. Это в расчете на то, что это снимет угрозы нашей безопасности, а, возможно, даст также шанс поучаствовать в распределении общих выигрышей. Например, Канада не занимается балансированием против Соединенных Штатов, не формирует против них коалиции, а вместо этого присоединяется к Соединенным Штатам и оказывается на... получает защиту таким образом и оказывается на стороне более сильного. Есть третья стратегия, это так называемое хеджирование. Это то, что в украинском исполнении называлось многовекторностью. Кстати, об этом недавно говорил Салливан. Правда, когда он рассказывал, какой будет современная политика, он прямо так и сказал, применил слово хеджирование. Я обратил внимание. Ну, есть такой... Я не слышал этого высказывания Салливана, но есть такой академический термин. Он касается именно той внешней политики, которую проводят средние и малые государства, суть которой состоит в том, чтобы делать по очереди шаги в сторону то одного, то другого центра силы, идя на уступки и одному, и другому, с тем, чтобы сохранять определенную автономию действий и подстраховываться на случай, если какой-то из них начнет себя вести непредсказуемо. Для этого нужно очень умело оценивать соотношение сил, точно, постоянно держать его под контролем, понимать, в чем состоят первоочередные и второочередные интересы второстепенные этих ключевых сильных государств, понимать, где им можно идти на уступки, где нельзя. И, например, в современном мире такой политикой занимаются страны Юго-Восточной Азии, потому что они в связи с возрастанием силы Китая, они стоят перед выбором стратегическим. Что делать дальше? Балансировать, например, искать союзничество Соединенных Штатов против Китая, присоединяться к Китаю или заниматься чем-то средним, вот играя на противоречиях между ними. Многие из них выбирают, по крайней мере, сейчас стратегию, вот эту хеджирование. Это то, что Украина выбрала в свое время при Леониде Кучме. И стратегия, которую она воплощала, для этого были другие условия, чем сейчас. Они были более благоприятные, потом они изменились. Ну, в общем, можно много говорить об этой многовекторности в нашем исполнении, но фактически это одна из альтернатив, которые тоже открываются перед слабыми и средними государствами, перед лицом возможной угрозы. Если они идут первым путем, то есть если они пытаются сдерживать угрозу со стороны сильного государства, то они должны формировать, они должны искать вот эти коалиционные обязательства, гарантии безопасности со стороны других государств. Просто так эти гарантии не дают, они их дают в обмен на что-то. То есть если вы создаете коалицию, то как минимум, если эта коалиция симметрична, то вы берете на себя обязательство воевать за другие страны тоже. Не только они за вас обещают воевать в случае чего, но и вы за них. Дальше могут быть какие-то асимметричные условия. Скажем, почему одна из причин создания НАТО и того, что НАТО продолжает существовать в современном мире, ну, по крайней мере, между 1991 и 2014, почему НАТО существовало, когда российская угроза была не настолько явной. Одна из причин — это то, что НАТО нужна Соединенным Штатам для того, чтобы не распространялось ядерное оружие. То есть странные члены НАТО из-за того, что США берут на себя обязательства по их защите, они не ищут собственных ядерных программ, не реализуют. Если НАТО распадется, то вполне вероятно, но мы в скором будущем увидим цепную реакцию распространения ядерного оружия среди бывших стран-членов. Это США не очень нужно, поэтому они готовы, может быть, даже платить больше, брать на себя больше рисков, но снимать необходимость или желание уменьшать, приобрести ядерное оружие для европейских союзников. В современном мире проблема в том состоит, что сила Соединенных Штатов уменьшается, ослабевает гегемонию, ее уже нет, скорее всего, но и лидерство американское, оно тоже размывается. И кризисов становится все больше, и угроза со стороны Китая становится все более явственной. И в этих условиях американцы не могут реализовать ту внешнеполитическую большую стратегию, которую они реализовывали начиная с 40-х годов, то есть раздавая десятки вот этих обязательств в сфере безопасности, гарантии безопасности разным союзникам в разных форматах. Им теперь нужно выбирать, какие из этих обязательств выполнять, какие возможно нарушать или ставить под сомнение. То есть если они будут посылать сигналы всем своим союзникам, что мы вас в случае чего защитим всей мощью наших возможностей, то союзники будут вести себя, возможно, где-то более рискованно, чем нужно. И тогда США действительно вынуждены будут вмешиваться, их силовой потенциал очень быстро распылится. Поэтому они подходят к этим обязательствам в сфере безопасности не так, как это было раньше. Они иногда используют их как возможность контролировать поведение государств, которые являются их клиентами. Иногда они делают эти обязательства асимметричными, иногда создают намеренно неопределенность вокруг того, будут ли они выполнять свои обязательства в сфере безопасности, чтобы государство-клиент не стало вести себя слишком рискованно. И вот с учетом всего этого появляемся мы, которые не то чтобы прямо в этом году или в прошлом появляемся, но вообще с нашим желанием вступить в НАТО появляемся. И американцы должны как-то на это реагировать. То есть есть Украина с очень высоким риском воевать с Россией, где-то в обозримом будущем, еще раз, полноценной войны. И она хочет гарантии безопасности от американцев. Что им делать? Я исхожу из того, почему я не очень большое внимание уделяю нашим договоренностям даже с такими странами, как Франция или Британия. Исхожу из того, что их потенциала недостаточно для сдерживания России эффективного. Единственное государство, которое может этот силовой потенциал предоставить в современном мире, это Соединенные Штаты. Поэтому для нас ключевое значение имеет, дадут ли нам американцы гарантии безопасности в любом формате. Двусторонним, многосторонним, все равно. И вот они, сталкиваясь с этим вопросом, должны учитывать вот эти изменения, которые в мире происходят, те риски, которых стало намного больше. Если мы это поймем, мы поймем, откуда растут ноги у стратегий, которую США реализуют в отношении нас и после 2014 года, и после 2022 года. Контроль над эскалацией, непересечением красных линий, осторожная очень политика и очень дозированное использование своих силовых ресурсов, потому что их не так уж и много. Николай, теперь, если можно, о России давайте поговорим. Это тоже интересный момент. Со всех сторон сытится история о том, что Россия просто готова к переговорам. И на каждом углу это обсуждает. Мы видим активизацию Эрдогана, который сказал, что уважает суверенитет Украины, но эффективные переговоры невозможны без России, он готов быть площадкой. Мы видим активизацию китайцев в этом смысле, и специальные представители в Украине, и в Москве, и в европейские странах встречался, обсуждал эту тему. Мы видим интересный момент, как Макрон, Шольц и Туск готовятся к встрече в пятницу в таком особом формате. Тоже наверняка по этому поводу. С другой стороны, мы видим визит Орбана к Трампу. Я не знаю, можно ли это тоже сюда же добавлять, чтобы разбавить какую-то такую картину, чтобы она не была совсем однозначной. И мы слышим, конечно, бесконечно Путина, который рассказывает, конечно, мы всегда готовы к переговорам, но только вот на наших условиях. И в этом смысле, как вам кажется, действительно ли сейчас идут какие-то обоснованные дискуссии о возможных переговорах, и насколько, в принципе, вам это представляется интересным для многих игроков. Я понимаю, что это несколько цинично звучит, с моей стороны, говорить о войне, о том, что происходит в Украине, и называть это как бы какой-то политической игрой, ну, или геополитической игрой. Но, к сожалению, она для многих стран мира таковой является. И поэтому вот считаете ли вы, что речь идёт о чём-то серьёзном, или сразу выносим за скобки и идём дальше? Я думаю, можно остановиться здесь на какое-то время, потому что это важное развитие событий, действительно похоже на то, что базандируется почва, разные бросаются сценарии, пробуются идеи, и активность Китая, Турции, Саудовской Аравии в этом смысле особенно заметна. Единственное, я сразу просто хочу сказать, что я лично считаю, что это исключительно сложный конфликт для урегулирования. Я уже об этом много раз говорил и достаточно давно начал говорить о том, что мне кажется, эта война, даже если она будет полузаморожена или заморожена на какое-то время, конфликт очень длительный. Он соответствует, с одной стороны, общим тенденциям развития вооружённых конфликтов последних 30 лет, которые эти тенденции показывают, что, как правило, эти войны 10 плюс лет, как правило, они очень плохо регулируются и лучше, скорее всего, они просто переводятся в фазу доэскалации на какой-то момент, но окончательного решения не находятся. Они не заканчиваются мирными договорами, даже если формальности какие-то подписываются, то они нарушаются часто в течение первого же года, после того, как были подписаны. Эти конфликты создают так называемые, становятся войной памяти, то есть они создают негативный опыт, который увеличивает вероятность враждебности в будущем, то есть они не проходят бесследно. Можно о негативной памяти, мне кажется, это очень важный момент, потому что, вот когда вы говорите об этом, мне вспомнились статьи Анны Политковской, которая написала о чеченских войнах, причем она писала настолько жестко это все, что иногда казалось, что никогда невозможен вообще не то, что там мир, а вообще сосуществование русских и чеченцев казалось невозможным. И она тоже писала о том, что это вот на уровне какой-то такой памяти будет всплывать всегда, рано или поздно. Но тем не менее, вот сложились обстоятельства, которые сложились. Это вот к вопросу о памяти. Не знаю, вот корректно ли здесь проводить эти сравнения, но почему-то мне это вдруг мгновенно пришло в голову. Конечно, корректно. Корректно еще вспомнить про немцев с французами, которые воевали между собой 70 с лишним лет. Это если только брать эпоху современных войн, масштабных таких, а если в историю залезть, то еще дольше. А потом стали партнерами, друзьями, и ни о какой франко-немецкой войне речи не идет. Но это как бы ссылка на историческую память негативную не означает, что она сделает мир невозможным. Так бы мы тогда ни одну войну не завершили, они все длились вечно. Это просто говорит о том, что риск войны в будущем усиливается. Проблемы недоверия усиливаются. Для того, чтобы этот риск уменьшить или недоверие преодолеть, нужны будут дополнительные усилия. Россияне залили Чечню деньгами, местную элиту перекупили. Или вообще очень много всего потратили на то, чтобы эту проблему решить. Немцы и французы придумали Европейский союз. Ну, сначала интеграцию в целом, там, где они угля и стали, и дальше. Для того, чтобы преодолеть эти проблемы. Сможем ли мы что-то похожее в будущем придумать? Я не знаю. Но вообще, в принципе, любая война, она увеличивает шансы, вероятность того, что какая-то враждебность или противостояние насильственное произойдет в будущем тоже. Высокая цена любых уступок в современных конфликтах, территориальный характер конкретно этой войны, это в ней, в объекте конфликта, то есть то, по поводу чего он ведется. Присутствует территория. А присутствие территории делает урегулирование конфликта исключительно сложным, потому что в обеих странах рост национализма как идеологии такого национальной идентичности, назовем это так, и связанных с ней ценностями. Для национализма значение территории исключительно важно. Все это вместе делает очень сложным создание зоны возможных компромиссов в этой войне. Без зоны возможных компромиссов достичь какого-то соглашения невозможно в принципе для того, чтобы создать нужные дополнительные условия, но здесь я не вижу даже как они могут выглядеть. Поэтому мне кажется, что этот конфликт, помимо всех этих нюансов, он еще является недозревшим. Есть теория дозрелости. Дозревание. На русском языке, наверное, это так звучит. Райплесс на английском. Теория дозревания или конфликта или что-то в таком роде. То есть для того, чтобы стороны начали прилагать усилия для поиска настоящего, надежного способа завершить конфликт, должны сложиться определенные условия. Например, они обе должны считать, что они находятся в тупике и дальнейшее продолжение войны их ни к чему не приведет. Это вы прямо как Блинкин сейчас говорите-то. Как Блинкин? Ну, я... Да, видите, я ни Салливана, ни Блинкина не слушаю в последнее время, но поэтому... Я их тоже не слушаю, читаю просто по необходимости. Не могу сказать, да. То есть обе стороны должны считать, что они находятся в тупике, знать это и понимать, что перспективы продолжения конфликта нет. Обе стороны должны понимать, что цена, которую они платят за войну, намного выше, чем любые возможные выигрыши. Обе стороны должны видеть, то есть осознавать, что какое-то решение теоретически возможно. Только тогда появляется место для посредников. То есть до тех пор, пока конфликт не дозрел до решения, посредники не могут быть эффективными. Кто бы ни предлагал разные мирные планы, Турция, Саудовская Аравия, Китай или еще кто-то, у каждого из этих потенциальных посредников есть свои сильные стороны. Но они не смогут его решить, потому что услуг только лишь, усилий только лишь посредника недостаточно. Должны стороны конфликта. А стороны конфликта втянуты в войну на уничтожение. Не в ту войну, которая ведется для того, чтобы улучшить свои позиции на будущих переговорах, а в ту войну, где через отсутствие любого взаимного доверия на этих будущих переговорах другую сторону просто не воспринимают как договороспособность. Поэтому ее считают нужным уничтожить сначала, а потом уже говорить о мире. В силу этих предварительных соображений я думаю, что я воспринимаю попытки говорить о возможных каких-то способах решения, о переговорах или еще чем-то через призму вот этих своих рассуждений. Поэтому я очень сдержанно смотрю на любые эти инициативы и считаю, что они ничем не закончатся. Но, ну да, да. Ну, я же не могу удержаться просто. Я хочу вернуться к теме дозрелости конфликтов и процитировать сейчас Путина, который дает активнейшее интервью, который тут все каналы российские, которые могут сейчас транслировать. Это же очень интересно. Я просто намеренно вот сейчас держу руку на пульсе, хотела вам адресовать этот вопрос. Дело в том, что Путин попросил гарантии безопасности. Это интересная история. Он сказал, что он готов на переговоры, но если только учесть, что те территории, которые захвачены Россией, останутся у нее, после трес éxushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush Звучит очень странно, что Россия — это признак слабости, или что это такое вообще? Это, наверное, признак хитрости, скорее. Я Путина тоже не смотрел, как и Блинкина с Салливаном, но слышал похожую информацию о том, как он все это комментировал на днях. И мне кажется, что, с одной стороны, нового в этой риторике нет ничего, разве что можно на время обратить внимание, что эти разговоры появились именно сейчас, и связаны ли они с вот этими всеми последними событиями. С другой стороны, Россия, мне кажется, всегда была готова на протяжении последних этих двух лет зафиксировать свою победу в том или ином виде, называя это мирными переговорами. То есть те условия, которые озвучены, выглядят просто как фиксация победы России в этой конкретной войне. К этому можно быть готовым всегда. То есть означает ли это, что Путин не видит особых перспектив в том, чтобы еще больше получить? Что он не хочет, как недавно говорили у нас многие комментаторы, о том, что Путину не нужен мир, потому что в него все складывается хорошо, и он может рассчитывать на то, что через год, два или три, еще большие части территории Украины будут оккупированы Россией. Мне кажется, что Путин, политик достаточно прагматичный и реально оценивающий ситуацию. За два года мне, например, видно, что война это сложная. Это война на истощение, война очень позиционная, и в ней любой стороне наступать исключительно сложно. Поэтому мне кажется, что у него планов таких максималистских, серьезных, реалистичных планов захватывать Украину, там все, весь левый берег или еще что-нибудь в таком роде, не было. Я думаю, что он будет делать выбор всегда в пользу фиксации существующих выигрышных для него результатов, предподносить это как победу и использовать связанные с этим бонусы, все, которые он получает и внутри России, и на международной арене. Но вот его ссылка на безопасность, на гарантии безопасности для России, я думаю, что это не то чтобы слабость, это он продолжает эксплуатировать очень спорное и относительное понятие безопасности, очень спекулятивное. Он этим занимался и до войны, то есть вообще логику дилеммы безопасности с ней очень сложно спорить, потому что любая страна вправе считать опасностью для себя все, что угодно, все, что она определит как таковое. И часто это становится предметом манипуляции. Если Россия говорит, что расширение НАТО для нас это опасность, то тут дело не в каких-то объективных фактах, которыми мы с этим можем спорить или опровергать. Это дело в восприятии. Поэтому под манипулирование словом безопасность можно подтянуть все, что угодно, в общем-то. И поэтому, заявляя о том, что России нужны гарантии безопасности, можно выставить такой список гарантий этих безопасностей, который будет либо покороче, с чем-то скромным, либо до бесконечности большим. И это открывает для него большие возможности в любых переговорах, если они вдруг начнутся, ссылаясь на всю ту же безопасность, менять свою позицию как угодно и подстраивать ее под существующие обстоятельства, соотношение сил, шансов и так далее. Поэтому, мне кажется, это в целом грамотная ссылка, ссылаться на интересы своей безопасности для любого государства. Но вопрос в том, как ее трактовать. То есть, что он конкретно, если вдруг дойдет до этого дела, как он расшифрует эти гарантии, как они должны выкатить. Отступление НАТО на границе 1991 года – это тоже может быть вариантом гарантии безопасности для России. Или отыграть назад членство Финляндии и Швеции. Или пообещать, что Украина никогда не будет в НАТО. То есть, вот даже в этом узком аспекте, который касается исключительно НАТО, могут быть очень разные варианты того, как эти гарантии для России могут выглядеть. Николай, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Очень вам признаюсь за это. Спасибо. Николай Капитоненко был сегодня с вами на связи, за что мы его страшно благодарны. Конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok